Действительно, тональность была очень необычна. Вроде бы день победы, и надо было говорить о победах. А побед-то нет. И фактически я это назвал праздником или днем испорченной победы. Потому что планировали говорить о том, что победили Украину, взяли украинские города и так далее. Даже Мариуполь до конца не взять не могут. Украинские военные сейчас на завстале продолжают оборону, героическую оборону. А других крупных городов, кроме Херсона, единственный областной центр, который им удалось взять в первые дни войны. Рядом Николаев уже не взяли. Харьков не смогли взять. Киев не смогли взять. Чернигов, Сумы. В общем, атаковали целый ряд городов и не смогли их взять. Поэтому Путин вынужден оправдываться. И заметьте, как он оправдывается. Он не говорил уже о деноцификации, демилитаризации как в целях войны. Вот этой специальной военной операции. Он говорил о том, что якобы это превентивная война. Что ее Россия начала для того, чтобы упредить НАТО, Запад и Украину, которые якобы собирались напасть на Россию. Вот эта интонация оправдания, она говорит о том, что российские власти, включая самого Путина, потеряли уверенность. Кстати, он ни разу не упомянул Украину в своем выступлении. И это тоже говорит о многом, потому что я думаю, что само слово «Украина» у него уже ассоциируется с неудачами, потерями, поражениями. Ему неприятно даже упоминать само слово «Украина». Уже, если раньше это слово вызывало у него агрессию, ненависть, целый час он перед началом войны, 21 февраля, выступал с антиукраинской речью. И тогда он часто говорил об Украине, там разные мифы придумывал, что там Ленин создал Украину и так далее. А сейчас избегает упоминать Украину. Я думаю, что вот тоже тональность путинской речи говорит о том, что он не знает, что делать дальше. Он не упоминал слово «специальная военная операция», слово «война» тоже избегал, слово «Украина». А это говорит о том, что он не знает, что делать дальше. Неуверенность, неопределенность – вот это тоже показательное состояние российской уже правящей верхушки. Не только губернаторов или отдельных военных, но высшее российское руководство уже не знает, что делать дальше.